Глава французских вооружённых сил Флоранс Парли жёстко заявила, что Францию это вообще мало касается. Её войска покинули Афганистан ещё в 2014-м, и теперь вся ответственность на США. Её коллега из Британии Бен Уоллес, напротив, публично расплакался. Некоторым не суждено вернуться, и мы должны сделать всё, чтобы вывести оттуда максимум людей. Плакать британскому министру есть отчего. Если французам надо эвакуировать до сотни своих граждан и ещё около 200 афганских переводчиков, хватит и одного аэробуса, то для британцев речь о 4 тысячах сотрудниках и тысячах помощников из местных. Для американцев цифры просто катастрофические. По самым скромным оценкам, на них работали 12 тысяч афганцев, которых сейчас отослали по домам, раздали эвакуационные анкеты и попросили ждать дальнейших указаний. На просчёты Америки пока списывает всё и британский Даулинг-стрит. На вопрос о том, считает ли премьер-министр, что вывод войск был осуществлён правильно, он сказал, очевидно, что после того, как решение США было принято, мы считали, что было бы неправильно действовать в этом одностороннем порядке в качестве оккупационной силы. Теперь надо облегчить выезд граждан Великобритании и Афганистана. Немецкий канцлер Меркель заявила, что ФРГ должна помочь соседям Афганистана в приёме беженцев. Вообще, Германия сейчас максимально активно эвакуирует и своих, и бывших наёмных сотрудников. Рано утром в понедельник первые три военных самолёта отправили в сторону Кабула, чтобы забрать из павшей афганской столицы посольский персонал и афганских помощников. Цель вывести 2000 человек в соседнюю страну, возможно, в Узбекистан, и оттуда эвакуировать гражданскими рейсами. Итальянцы, которые своих граждан уже вывезли, вообще предрекают для американцев самые страшные сценарии. Напоминая о захвате заложников в Тегеране в 1979 году. Но большинство вспоминают Вьетнам, эвакуацию из Сайгона. Правда, как сейчас пишут, это Сайгон на стероидах. Кризис назревал не два года, как в 1975, а месяц. И вывезти надо не 1700 военных, а в 10 раз больше западных граждан, не говоря уже о местных. Генсек ООН на заседании Совбеза призвал все страны принимать беженцев из Афганистана и не депортировать их. Правда, неясно, смогут ли они вообще выбраться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова